Выполнение показателей рейтинга 50, развитие инвестиционного климата в Щелковском районе, подготовка к акции Лес Победы. Эти и другие актуальные вопросы обсудили на расширенном оперативном совещании. В администрации подвели итоги работы за уходящий месяц и определили план работ. Но началось оперативное совещание по традиции с церемонии награждения. Она оказалась весьма насыщенной. Благодарственными письмами губернатора Московской области отметили студентов Щелковского колледжа Никиту Сальникова и Александра Яковлева за победу в конкурсе WorldSkills Russia в Подмосковье. Благодарственные письма от МОСУ Булдума за добросовестный труд и в связи с днем местного самоуправления вручили главе городского поселения Щелково Рушану Махмутову и заместителю главы администрации района Роману Назарову. Также почетными грамотами главы района и благодарственными письмами отметили председатели и членов территориальной избирательной комиссии района и других. И к текущим вопросам. Рейтинг эффективности работы органов местного самоуправления. Так называемый рейтинг 50 уже не первый год определяет вектор работы муниципальных властей, показывает сильные и слабые стороны. Он содержит пять приоритетных направлений развития – предпринимательская деятельность, госмуниципальные услуги, эффективное управление, качество жизни и сельское хозяйство. По итогам первого квартала этого года Щелковский район занимает второе место среди всех муниципалитетов Московской области. Например, успешно велась работа по реализации программы комплексного благоустройства дворов и ремонту подъездов, а также обеспечению жителей качественной водой. Также обозначили показатели, по которым работу нужно наоборот усилить. Мобилизация дохода – это снижение задолженности в бюджет налоговой и неналоговой. Если неналоговая задолженность у нас под контролем, мы видим у нее плановое снижение, то налоговая задолженность на текущий момент мы видим, что она растет. Особое внимание, как отметили на совещании, следует уделить созданию рейтинга управляющих компаний. Управляющие компании, недееспособные и отрицательно характеризующиеся по работе на территории, создали себе группы поддержки. И им придется, конечно, очень скрупулезно работать со всеми. Мы уже не раз говорили, что в этой работе все равно наведем порядок, несмотря на такое жестокое сопротивление со стороны созданных этих групп поддержки. Все равно наведем порядок. Говорили о развитии инвестиционного климата в Щелковском районе. В 2017 году открылось более 2,5 тысяч предприятий малого и среднего бизнеса. Создано 9 тысяч рабочих мест. В целом промышленный комплекс показывает стабильное противостояние кризисным явлениям. Удалось реализовать масштабные инвестиционные проекты на общую сумму более 100 миллионов рублей. В планах на ближайшее время развитие индустриальных парков. Достижением развития данного направления стали три инвестиционных парков. Богословы, Щелковские и Вилье. Ведется плодотворная работа по созданию индустриального парка Синаркис. Площадь которого составляет порядка 150 гектаров. 12 мая в Московской области пройдет региональная акция «Лес Победы». К мероприятию присоединяется и Щелковский район. В планах высадить 53 тысячи съемцев и саженцев. Определены 4 лесные площадки и 6 на территории населенных пунктов. Центральной зоной станет деревня Новая Слобода в сельском поселении Гребневское. Кроме того, на совещании с докладом о социально-экономическом развитии поселения в 2017 году выступил глава Монина. А начальник МОВД России Щелковская доложил о результатах работы управления. Дарья Снегова, Александр Оржевский, телерадио «Компания Щелкова».